Если вы стали собачьими ма и па, поздравляю это видео для вас. А может быть вы только собираетесь ими стать, тогда вам тоже будет полезно посмотреть этот ролик до конца. Итак, сегодня разберем, что купить к появлению щенка в доме, как его обучать и тренировать, а еще расскажу о том, о чем обычно не предупреждают, а именно о пост щенячьей депрессии. Да-да, бывает и такое. Почти прям как послеродовая депрессия. Подписывайтесь и ставьте лайки уже сейчас, чтобы не забыть поставить их после. А мы с вами начинаем. С одной стороны, хочется сказать, что много вещей-то не нужно, но с другой, определенный список все-таки должен быть. Я не советую пытаться приучить щенка к улице раньше, чем его 5 месяцев. Все дело в природных механизмах. Редкость, когда щенок терпит до прогулки, он просто не готов к этому психологически и физиологически до определенного возраста. Тут почти так же, как и у людей, всему свое время. Сначала памперсы, потом горшок и какие-то, так сказать, промахи, потом уже появляется осознанность. У собак это выглядит примерно так. Первый период, когда щенок ходит в туалет только дома, в среднем длится до 4 месяцев. Так что надо запастись пеленками и терпением. Потом наступает период, когда питомец справляет нужду и дома, и на улице. То есть там, где находится в данный момент. Это продолжается плюс-минус до 8 месяцев. Поэтому тоже пеленки не убираем. Но одновременно с этим и приучаем к улице. Подгадываем нужное время для выгула. Стараемся выходить чаще на гигиенический выгул. По возможности на этапе приучения каждые 3 часа выходим на прогулку. На короткую прогулку. После 8 месяцев сама природа закладывает в собаку старание делать свои дела только на улице. Но тут все равно будут промахи в силу подростковости, пока еще слабых мышц, сфинктера, эмоциональности. Ошибки, а то есть лужи дома, могут случаться примерно до полутора лет. Ни в коем случае не нужно ругать и наказывать, и не надо бить тревогу. На этом этапе, где-то с 8 месяцев, я рекомендую уже убирать пеленки из дома. Но и не обращать внимания, не ругать собаку, если вдруг случится промах, и она сходила в туалет дома. Естественно, если это происходит нерегулярно и изредка. Если регулярно, это повод обратиться к специалисту по поведению и или ветеринарному врачу, и искать причину такого поведения. Наконец, полтора года. С этого возраста собаку можно считать взрослой. Она не только старается терпеть и ходит в туалет только на улице, но и в целом может справиться с этой задачей без промахов. Обращаю ваше внимание, что все возрастные рамки очень условные и примерные. У кого-то какой-то этап может длиться дольше или наоборот проходить быстрее. Пеленки я использую самые обычные, одноразовые, из человеческой аптеки. Предпочитаю размер 90 на 60, плюс-минус. Нужны по одной-две штуки в каждой комнате. Кто-то использует многоразовые, тоже вариант, их можно тогда стирать. Почтение использую лотки. Да, период, когда щенок будет рвать пеленки, часто присутствует. Но мягкая реакция, замещение ненужного поведения на нужное, переключение внимания скорректирует эту проблему и она постепенно пройдет. Также можно использовать фиксатор для пеленок или двусторонний бумажный скотч, приклеивая пеленки к полу, чтобы они вызывали меньший интерес у щенка. Очень важная вещь, так как с его помощью можно отгораживать зоны, куда щенку по каким-то причинам нельзя. Например, зона обуви, проводов. Если замечаете, что его очень интересуют, не знаю, ножки вашего дивана, отгораживаем их. Щенок перерастет и забудет свою такую привычку. Второе применение модульного вольера, именно поэтому я и сказала, что нужно даже несколько, это отгораживать самого щенка от пространства. Это важный момент, чтобы создать для него некую зону сада, безопасного пространства, в котором его на какое-то время можно оставить. Это не только про безопасность, но и про умение оставаться одному, даже если вы где-то в квартире. Нюанс, интервалы должны быть примерно 5-10 минут максимум. Это не зона наказания, а именно безопасная территория, где щенок может побыть сам с собой. Я довольно рано начинаю приучать к боксу и клетке. Нет, не для того, чтобы там закрывать собаку, а потому что лично я много путешествую с питомцами, и мне эта функция ну очень нужна. Я, честно говоря, не провожу каких-то прям отдельных макси-тренировок. Просто постепенно начинаю использовать бокс в жизни, закрывать там понемногу, пока я нахожусь рядом с щенком. Брать бокс с собой в машину, поездку и использовать его по назначению. Щенок будет расти, но амуниция должна быть качественной. Поэтому надо настроиться, что придется позже перепокупать шлейку еще раз, а может даже и несколько раз. Я выбираю N-образные или анатомические шлейки, это одно и то же, но разными словами. Щенок еще не умеет ходить на поводке, ему все будет интересно. Он будет совершать прыжки, рывки и какие-то ускорения. Местами его нужно будет ограничить, может быть даже где-то потихоньку потянуть к себе. Все это важно делать именно на шлейке, чтобы не давать нагрузку на его хрупкую шею. И также я не использую рулетки, только поводки. Все это обычно расходный материал, поэтому я советую выбирать какую-то обычную недорогую лежанку. Так как щенок еще может ее жевать, порвать или написать в лежанку, и это нормально. Когда самый сложный период пройдет, то можно будет купить какой-то вариант на века, того цвета, который подходит вам в интерьер. Поначалу можно, кстати, вообще не покупать лежанку для мелких щенков. Например, я использую свернутые пледы. Про лежанки у нас на канале, между прочим, есть подробный ролик. Советую посмотреть. Игрушки для перетяжек, для погрызушек, для выкатывания корма, пищевые игрушки. Все это должно быть у вашего маленького питомца. И на эту тему ролик тоже есть, и не один. Так что не поленитесь и изучите контент на нашем канале за большими подробностями и важностями, полезностями. Найти вы можете, по словам, игрушки для щенка. В предыдущем блоке я несколько рассказала про сложный возраст. И здесь хотела бы рассказать про тему, которая редко обсуждается. Это постчинячая депрессия, с которой сталкиваются многие и многие новоиспеченные хозяева. В английском языке есть даже такой термин – puppy blues. Давайте сначала пару слов про постродовую депрессию людей. Почему она вообще возникает? Это одновременно два фактора. Изменение гормонального фона женщины. Изменение жизненных привычек. Старая жизнь, когда ты делаешь то, что хочешь сам, закончилась. Началась новая, когда ты все выстраиваешь только вокруг новорожденного. Но эта новая жизнь слишком нова, непонятна, сложна и наступила очень резко. Ребенок, в свою очередь, дает очень мало что-то взамен. Пока плачет, ест, спит, какает. Как бы ты к этому ни готовился, это все равно безумно сложно. Вернусь теперь с детей к щенкам. Да, конечно, нужно убрать физиологическую составляющую. Гормональный фон человека от появления щенка настолько, как после появления ребенка, не меняется объективно. Но вторую составляющую при изменении жизни нужно рассмотреть действительно объективно. Жизнь перестраивается под маленького пушистого члена семьи. Он требует очень много внимания, постоянно что-то грызет, ничего еще не понимает. Мало что дает взамен, разве что только кусает руки, грызет какие-то вещи. Старые правила, когда хочу, тогда я возвращаюсь домой, исчезают. Новые еще не сформированы, но их уже нужно соблюдать. Это тяжело, правда тяжело. И как бы хозяин не готовился, многие сталкиваются с чем-то вроде постщенячьей депрессии. А сказать иначе разочарованием, злостью, усталостью. А следом появляется чувство вины, которое бьет по голове. Я же так хотел или хотела щенка, почему я не рад, почему жалею. Что делать? Не корить себя. Период и правда непростой. В этом случае поможет мысль. Это временно. Я не плохой, я не плохая. Просто сейчас сложно испытывать негативные эмоции, это нормально. Но также помните, что это временно только при условии наличия знаний, занятий и поддержки. А это следующий раздел нашего ролика. Если знания и занятий нет, то период непослушания растягивается на всю собачью жизнь. Какие частые ошибки допускаются здесь? Многие владельцы ждут, когда пёсель перерастет проблему, то есть вырастет из нее. Большинство хозяев занимаются дрессировкой вместо комплексного подхода к поведению и воспитанию. То есть, да, обучение есть, но это или отдельные навыки, вроде не бросайся на еду, ажди команду, или команды типа сидеть, лежать ко мне. Теперь подробнее о каждой ошибке. Итак, почему не надо ждать, когда собака перерастет, щенок перерастет? С одной стороны, щенки действительно делают много, как бы не совсем осознанно, в силу возраста. Потому что так интересно, потому что так он развивается. И это не стоит считать чем-то плохим. С другой стороны, именно так и формируется поведение изо дня в день, постепенно. Поэтому пёс не перерастает проблему, а только закрепляет ее, если никак не реагировать и ждать, когда щенок перерастет. Поэтому привычки мы должны формировать так же мягко изо дня в день. Тут так же, как и у людей, есть условно таблица умножения, стихи, правила, правила языка, цифры, уравнения. И это, конечно, мы учим. Но, во-первых, не с рождения, во-вторых, это никак не связано с воспитанием, с привычками, с поведением. Человек может знать все стихи мира наизусть, но грубить соседям и дебоширить в транспорте. Так и у собак. Да, сидеть, лежать ко мне в какой-то момент можно и нужно учить. Но перед этим нужно заложить базу. Ваш контакт, навыки переключения, концентрацию, спокойное отношение к раздражителям, социализация, умение и желание играть с вами, кушать из рук, общаться с вами, вселогическое и интеллектуальное развитие и многое другое. Понимаю, что это звучит вроде как понятно, но в то же время не совсем. А что именно делать, как выполнять, сколько? Тут очень важно сопровождение индивидуальной работы со специалистом. Поэтому хочу рассказать про наш курс «Все о все», где с самого щенячества вы получаете список важных упражнений с бессрочным к ним доступом, постепенный переход от дрессировки, необходимые знания для каждого владельца к воспитанию собаки, а также помощь и сопровождение вас, как ученика, персонализацию всех учебных программ в течение целого года. Вы сможете задавать вопросы кинологам по вашей собаке и получать, выполнять домашние задания и задавать вопросы по ним. Познакомиться с курсом можно по ссылке в описании к видео. Ну а разобрать первые проблемы вроде «Мой щенок кусает руки», «Грызет мебель» можно уже сейчас на бесплатном вебинаре, где вы также получите ответы и практические рекомендации по основам воспитания щенков. Зарегистрироваться на мастер-класс можно также по ссылке в описании. Друзья, сколько тут счастливых родителей щеночков? Давайте познакомимся и узнаем получше наших, ваших, новых членов семьи. Пишите возраст, породу, кличку. Ну или если породы нет, то на кого похож? В комментариях. Как я и обещала в начале ролика, небольшой блок для тех, кто еще находится в поиске своего маленького друга. Одной из важнейших составляющих является выбор породы, если вы рассматриваете породистую собаку, соответственно. Не ориентируйтесь только на внешность. Прочитайте историю породы и выделите информацию, для чего этих собак выводили, как использовали. Норные терьеры будут довольно возбудимыми, реактивными. Не обойтись без проблем с другими животными и подвижными раздражителями, вроде птиц, маленьких детей, взрослых тоже, мячки, кошки и так далее. Гончие могут уходить в мир запахов, откуда их сложно вытащить даже дрессировочной колбасой. Примитивные породы не будут заинтересованы в человеке, на улице, дома, вообще везде. С холодным рассудком читайте характеристики и определения. Понимаю, что своенравность звучит как-то довольно позитивно и даже может быть интересно. Но по факту это означает сложности с воспитанием и дрессировкой. Самостоятельный в переводе с собачьего на человеческий теннисский социальный контакт. Подозрительный предполагает реакцию на незнакомых людей. А на прогулке, как вы понимаете, они все незнакомые. И собаку придется постоянно отслеживать, чтобы она была безопасна для чужих и комфортна для вас. И так далее. Важный момент. Читать это нужно все не просто в интернете, так как туда попадает любая информация, написанная любым человеком. В том числе и просто любителям. Это, кстати, в лучшем случае. В худшем случае просто копирайтером. В идеале это взять консультацию специалиста по поведению собак или док-тренера. В самом минимальном случае это обратиться к минимальным источникам по справочнику пород. Например, классификация пород по ФСИ. Можно пошерстить информацию по породным клубам, форумам и задать нейтральные вопросы. Почему нейтральные? Люди не любят признаваться в проблемах. Неохотно рассказывают что-то, с чем кто-то как-то ошибся. Столкнулся с чем-то неприятным. Но в конце концов многие просто уже начинают очень сильно любить своих питомцев. Пусть даже проблемных. Но их-то Арчи и Бонни уже существуют и живут уже с людьми. Долго, много, сколько-то лет. А вы пока на этапе выбора. Абстрактные собаки. Поэтому зачем изначально соглашаться на какие-то проблемные поведения? Какие вопросы будут нейтральные? Например, спросите 5 плюсов и 5 минусов вашей собаки с точки зрения поведения. В ответах вы проследите общую закономерность, вроде реагируют на других животных, или там возбудимость, может быть страхи. На нашем канале уже внушительная подборка роликов, посвященная отдельным породам. А также породам, которые не рекомендую заводить новичкам. Или наоборот рекомендую. Углубляйтесь в тему на нашем канале при необходимости. Если вы решаете завести собаку без породы, то вы можете воспользоваться инструкцией по выбору щенка. Также это есть на канале. Найти этот ролик можно по словам, как выбрать щенка ловгавки. Сегодняшний ролик получился довольно серьезным и даже душноватым. Конечно, решиться завести собаку это очень ответственный шаг. Поэтому вы должны быть точно уверены в своих силах. Но могу сказать, что помимо искусственных рук, желтых пеленок и пожеванных ботинок, вас ждут незабываемые моменты счастья и веселья, которые вам принесет ваш новый лохматый член семьи. Запасайтесь терпением, обязательно памятью на телефоне, потому что вы станете сумасшедшим собачьим фотографом. А еще предупредите всех своих знакомых, что ваши соцсети на какое-то время будут захвачены только кожаным носом и лапками. Делитесь в комментариях вашими историями в стиле ожидания реальность про ваших щенков. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Я желаю вашим макроносам послушных хозяев, а вам хороших тренировок. Всем ловгав! Субтитры сделал DimaTorzok